Станислав Саламович, добрый день. Добрый, добрый. Традиционное наше флеш-интервью в начале учебно-тренировочного сбора. Первый вопрос достаточно общий. Как команда собралась, группами тренировалась уже пару дней. Каким получилось начало этого сбора? Ну, оно достаточно приятное, потому что и Краснодар вышел в Лигу чемпионов, и Зенит-Спартак поделили очки. Как говорится, нету негатива ни у одной, ни у второй, ни у одних, ни у вторых, которые оттуда приехали. Единственное, что плохо, что Петров и Смолов получили повреждения. Ну, это рабочие моменты, которые мы, естественно, уже практически на каждом сборе проходим. Их заменили Смольников и Камличенко. А так погода хорошая. Ну, естественно, ждем только Черышева, который сегодня прилетит. Так все в сборе. Особенность этого сбора, главное, то, что мы проведем три игры в течение фактически десяти дней. В связи с этим были какие-то изменения в тренировочном процессе, в плане подготовки, потому что ситуация отличается от, например, сентябрьской. Она отличается. Естественно, мы до этого целый месяц в раздумьях. И сейчас мы занимаемся этим. Сейчас точная информация будет о состоянии футболистов. У тех, кто приехали позавчера и вчера, но уже, кто вчера тренировался, оно плюс-минус уже понятно. Завтра будет у нас наш обычный тест, который мы проводим легкий, но который информативный. И отсюда будем отталкиваться, естественно, три игры. И в каждом матче, естественно, должен быть оптимальный состав на этот день. В связи с этим часто спрашивают представители СМИ вопрос относительно ротации, потому что график плотный на сегодняшний день. Может быть, не по фамилиям, но тем не менее принципы ротации какие-то будут использоваться? Ну, ротация, она как таковая, должна только идти на пользу. Ну, чтобы было правильно понятно, если один игрок в состоянии все три игры выступить на топ-уровне, смысл искусственно что-то менять. Другое дело, что я еще раз повторюсь, состояние будет нам понятно через завтра уже к вечеру. И от этого мы будем исходить. Понятно, что и ротационные моменты должны присутствовать. Главное, чтобы они были правильно и вовремя сделаны. Практически на каждом сборе у нас случается ситуация, когда бывают замены игроков уже после объявления состава. Но это, как правило, с травами связано. Каков алгоритм вот этих замен? Потому что решение нужно принимать быстро, оперативно. То есть, может быть, дополнительный есть какой-то список, расширенный. То есть, как вы принимаете очень оперативно это решение? Ну, естественно, все кандидаты в сборную все время находятся под оперативным наблюдением, что ли, контролем. И, опять же, ситуативно принимаем то или иное решение, которое нам необходимо. Отталкиваясь, во-первых, от состояния игрока, который должен заменить другого. И, естественно, от тактики, которую мы будем использовать против соперника. Вопрос по ближайшему сопернику. Это сборная Швеции. Ну, сильная команда, с которой дважды играли в предыдущем розыгрыше Лиги нации. Изменилась ли она? Что она на данный момент представляет собой? Ну, больших изменений у них нет. И вообще никакого изменения нет в тактическом рисунке. Они как играют 4-4-2, так и играют. Ну, понятно, игроки выполняют иногда ту или иную роль. Но это понятно. А так, мы играли две игры. Один непосредственно перед чемпионатом мира, когда мы были еще в хорошем состоянии. Второй матч на выезде мы играли в скомканном составе. Потому что 7 или 8 человек, насколько я помню, было травмированных. И они долетали прям непосредственно перед игрой. Ну, в этот раз ситуация, естественно, у нас намного лучше. И ждем хорошей игры. И, естественно, будем решать свои задачи. Вы уже затронули вначале вопрос выхода Краснодара в основной раунд Лиги Европы. Вообще вопрос по нашим клубам тоже многих интересует. Эмоциональные оценки были в связи с тем, что пару клубов не вышли в Лигу Европы. В то же время мы имеем три команды в Лиге чемпионов. Часто это связывают с уровнем, например, российского чемпионата. Вы склонны это считать или же это все-таки как бы отдельная ситуация в каждом клубе? Ну, естественно, есть уровень Лиги как таковой. Понятно, что мы в этом плане, что там греха дает, уступаем нескольким Лигам, которые в первую пятерку входят. Ну, если брать данную конкретную ситуацию, то, наверное, больше вопросов непосредственно к клубам, нежели к Лиге. Потому что все-таки играли с клубами, которые не представляют топ-5, как говорится. И здесь в тот день, вот как мы часто говорим, и в тот час по той или иной причине готовности не было. На прошлом сборе у нас было два футболиста, которые не имели клубов на тот момент. Но и Штетер Кузяев. Вот по ним вопросы задают. Но и Штетер сейчас не вызван. Не удивляет ли вас, что он, например, не востребован в чемпионате России с учетом лимита нынешнего? Ну, смотрите, удивлять меня это не удивляет. Потому что я не знаю, есть ли переговоры с какими-то клубами или нет. И опять же, все же упирается в определенных условиях. Длина контракта. Ну, много нюансов, которые я не знаю. Естественно, жаль, что у него нет клуба до сих пор. Но ситуация какая есть, такая есть. Но мы не посчитали нужным его вызывать на этот сбор. Потому что тогда он только почти месяц не играл. Сейчас уже два месяца. Это уже большой срок. Тем более у нас и Кутепов, и Жирков так себя проявили достаточно неплохо в последнее время. Что касается Кузяева. Естественно, когда он вне сборной. Мы как бы на эту тему не общаемся. Так как вот он приехал 3-го числа. У нас, естественно, состоялся разговор. Понятно, какая ситуация. Потому что ситуация, она как бы затягивается. И через пару дней заканчиваются заявки в Лиге чемпионов. Поэтому, естественно, у нас был разговор. Потому что мне тоже надо планировать. Потому что мало ли ему вдруг надо будет куда-то улетать, уезжать. Потому что контракты же, тем более, за границей не подписываются. Их надо медицинский осмотр. Но много нюансов. Этот разговор у нас был. У него были какие-то думы. Вчера вроде бы уже услышали, что Локомотив с ним согласовал какие-то вещи. Сегодня утром. Ну, понятно, что там какие-то нюансы происходят. Наверное, на этот вопрос он сам лучше ответит. Потому что я не вовлечен в какие-то переговоры. И, наверное, заключительный вопрос на сегодня. Вы уже говорили о том, что хорошая новость была связана с тем, что со зрителями будут эти матчи ближайшие. Ну, процент какой-то зрителей должен быть на трибунах. Не было ли, скажем так, сожаления о том, что Лужники мы заранее не заявили. Потому что в процентном отношении все равно мы большую болельческую поддержку там получили. Ну, здесь мы отталкиваемся всегда от той ситуации, которая есть. Она была такая в тот момент. Мы такое решение приняли. Я не думаю, что здесь можно о чем-то жалеть. В конце концов, Лужники нас еще примут.